дмитрий вы сюда приехали лидером зачета профи это придает оптимизма и уверенности или с системой подсчет очков в этом турнире не особо важный можно даже с 10 место перед финалом выиграть для меня гонка это гонка и вариантов о том где лидера или где-то позади далеко без вариантов нужно мчать и ехать всегда первым выигрывать андрей как сегодня все проходит очень неплохо вчера приехал потренировался там очень быстрое время было сегодня достался такой картинг очень кривой и у него была проблема с мотором на старте он заглох попросил заменить и заменили ну и там первом повороте меня на заборе повис пока выбрался доехал 11 но вот сейчас вся остальная команда вроде быстрые ребята уже там на пятой позиции происходит достаточно интересно дело в том что поскольку здесь пилоты подбираются по жребию то никогда не знаешь каким ты в итоге приедешь и гонка что интересно выигрывается не за счет самых быстрых пилотов а за счет медленных то есть кому по жребию попался самый медленный пилот тот и победитель сейчас с обратной стороны у нас получилась как раз такая ситуация на данный момент находимся на последнем месте составанием круг с чем-то какой-то момент были составанием два круга от последнего места пытаемся выбраться из этой ситуации но у меня тяжелое последний раз картинге сидел лет семь назад ребят возвращение легенькие и быстро и к сожалению я так не умею быстро ехать карте но зато наверное держитесь за дорогу хорошо и скольжение надежная но практически да не очень хороший карт был вправо не поворачивал самый важный вопрос ты же человек заслуженный кубок россии вишневая десятка все такое а с другой стороны в рскг ни разу не выступал интерес какую категорию записали по моему пенсионеров подающих надежда молода да то есть это я говорю я не здесь не ездил поедешь как пенсионер и как ты ездишь как пенсионер надежно и при этом быстро я еду нормально но у меня просто команда такая что мне ничего делать не надо когда вы впервые сели за карт в каком возрасте на какой трассе впервые я сел карт на этой трассе лет шесть или семь назад наверное где-то так случайно было это было случайно через какое-то время я сел в карт уже целенаправленно когда я понял что я хочу ездить на гоночном автомобиле а картинг является базой для любого гоночного автомобиля вот пришел я уже заниматься сюда в академию сергей сироткина много и упорно занимался после чего сел уже в гоночный автомобиль карт не так давно села когда вот были паузы дома кузовом автоспорте для того чтобы держать себя в форме года три назад больше всего мне нравится я вот на мягков стараюсь каждый выходной ездить на льду ездить гораздо интереснее то есть получается что сколько тебе лет было когда ты первый раз сел за карту 42 то есть можно рекорд мне кажется регистрировать да и очень редко катаюсь на картинге было несколько раз на прокатных на обычных и это такая очень очень редкая история в моей жизни там за всю жизнь наверно раз в 10 оказался и какой самый яркий момент своей картинговой карьере может помнить наверное авария когда здесь на первом этапе был контакт отвалилось колесо наверное самая плотная борьба была как раз в академии потому что там все ребята были быстрые и были люди которые очень сильно упираются и была у нас очень интересная гонка в херсаново на открытом автодроме которая решала кто же таки по итогам сезона будет первым вот и мы там очень плотно всю гонку боролись с еще одним достаточно быстро пилотом а вот в итоге у нас случился с ним же замес на предпоследнем круге в итоге я победил быстро издай какой-нибудь помнишь такая история с раздай я попал на подиум в россии я такой смотрю машинки они эти модельки mp4 16 как час помню думаю хоть бы они не дали часы макларен хоть бы они не дали часы макларен и мне дали часы макларен и его самым счастливым человеком на свете мы главным образом общаемся с пилотами которые известны нам и вам по выступлениям в смп рскг но обязательно надо уделить внимание гонщикам-любителям вот один из них егор как давно занимаешься картингом какие главные успехи и зачем приезжаешь на гонки картингового кубка смп рскг занимаюсь картингом уже шесть лет если говорить о успехах то я вице-чемпион 23 детских мишковных и бронзовый призер лсх winter cup у нас в соревновании но и пока на этом все ну приезжая на картинговый кубок смп рскг но для удовольствия как бы для общения с друзьями и пилотами рскг уже участвовать 21 года уже а с кем успел поездить в одной команде с гонщиков смп рскг и кто произвел наибольшее впечатление и чем но у меня такие два пилота это алексей савин и сергей ивлев савин приятен в общении всегда может рассказать вообще технические характеристики машины туринку а это его хендер солярисе ну и сергей тоже может рассказать о шорткате за его стоимость и покупки и вообще как вообще на нем ездить и вообще сколько стоит выступать в ссмп рскг серия на шорткатах а летом следишь за тем что происходит в ссмп рскг я даже посещаю этапы чаще всего на мрв но планирую в этом году можно смоленское кольцо съездить а что запомнилось из этих визит но мне больше всего запомнилось первого гонка смп gt4 три машины перед амг арене просто столкнулись и развернулись ты говорил что в смп тси раша болеешь за лукойл рейсинг почему именно за них но трудно сказать ну мне больше всего просто нравится как бы еще красный цвет вот но и мне просто и как сама команда нравится я у них был побывал в боксах а у них все атмосферно так звуковой даже общался не можем не поговорить о большом автоспорте какие планы на этот гоночный сезон планы на этот гоночный сезон сделать машину гораздо ближе к машине лидера класса владимира чреваня потому что к сожалению машина не позволяла бороться с ним вообще ни в каком виде в очной борьбе в прошедшем сезоне надо с чем надо поколдовать для это совсем с мотором с коробкой с подвеской совсем надо делать всю машину дело в том что владимира жигули на которые рецепт как сделать их быстрыми он известен а у нас москвич это история достаточно творческая и сделать москвич таким же быстрым это очень нитриальная задача что мы пытаемся сделать сейчас вот рассматриваю самые такой но мне кажется на сегодняшний день яркий там интересный класс и туринг лайт и машина вроде как все равно так не брагин сказал недавно что три новых школы строят одна из них не для тебя ли не знаю всем дал запрос не хочу приобретать автомобиль хочу взять в аренду попробовать если классы будет продолжаться таким конкурентом равном одинаковые машины построил свою машину гонщики твоей команды в прошлом году заняли два первых места спорт прототипе какие планы на этот сезон будет больше машин или будете ставить целью занимать первые три места типов я честно план есть мы конечно же поедем вам будем стараться бороться самые высокие места но уже за первых три места за первых четыре места или шесть я честно говоря не знаю но так не поеду поскольку но не интересно ездить в отсутствие конкуренции какой-то достаточно объемный поеду в легендах 600 подумаю может быть еще чем-нибудь о чем-нибудь все от уринг-лайте думают последнее время исключение или как я не исключение то есть пойдем на рекорд в этом году возможно я еще не принял решение окончательно все привет валерий смирнов капитан победившие команды что помогло сегодня новую играть гонку у нас сегодня видимо сложилось все все у нас была очень ровная команда без явных провалов у нас было два супер быстрых пилота которых мы очень правильно посадили на длинные сессии на этих длинных сессиях у нас попались неплохие машины и под конец даже на финал тимофей средний он шикарно выключил вот мы практически не ошибались единственная там последние предпоследняя смена у нас случился немножко пилот не попал по кнопочке на это только добавило нам такого адреналина иначе было бы слишком скучно а так на самом деле просто все сложилось все звезды и никто не косякнул никто не подвел все выжили лыжу из тома максимум и поэтому мы первые следующий этап финальные будут разыгрываться призы по итогам сезона скидки на участие в смп рскг подарки от якогам и сертификат от шонгс моторспорт путевки можно эту же команду сегодняшнюю подписать и забронировать а вот что из этих призов больше всего больше всего больше самой большей ценности мне кажется самая большая ценность это результат а все призы неприятные поэтому как бы главное что-то получить доехать до тумбы в чемпионате а вот какое место это уже будет маленький маленький приятный сюрприз но конечно рскг а скидка это всегда да я же планирую их а то есть а можно так сделать выигрываете вы путевку люди путевку ему мне дают можем камеру выключим и поговорим спасибо большое всем за сегодняшнюю губку еще раз за атмосферу за эмоции и до встречи на гранд-финале картингового кубка СП РСКГ 2023-2024 здесь картинг клубе микс картинг через полтора месяца 15 марта будут разыграны двойные очки и мы узнаем имя победителя микс картингового кубка